Во время Масленичной недели можно привлечь в свою жизнь благополучие. Существует несколько древних обрядов, в которых используется традиционное угощение – масленичные блины. Масленица является древнейшим праздником, который сохранился в народе со времен язычества. Это время массовых гуляний, обильных угощений и радости. Используйте эту энергию счастья, которая буквально разлита в воздухе, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону. В понедельник с самого утра замесите блинное тесто и добавьте в него хотя бы капельку воды из природного источника. Испеките блины, а первый блин посвятите усопшим родственникам. Его нужно отнести на порог дома и произнести слова заговора. Первым блином предков угощаю, заветы и традиции их соблюдаю. Блинком угощайтесь, за нас заступайтесь. Угощение примите, благополучие нам пошлите. Во вторник приготовьте блины своему суженному. Наговорите на тесто слова любви, чтобы ваши чувства были взаимными и крепкими. Если у вас нет возлюбленного, то заговорите блины на привлечение в вашу жизнь истинной любви. В первом случае блинами накормите свою вторую половинку. Если же у вас нет возлюбленного, выносите блины на общее гулянье и угощайте ими мужчин. А про себя повторяйте. Блинками парней угощаю, суженного своего разыскиваю. Как угощение закончится, так любовь в моей двери постучится, меня в одиночестве не оставит. Будет наша семья богата да сыта, ни в чем нужды не узнает. Этот обряд поможет привлечь не только любовь, но и достаток в вашу семью. Готовьте угощение своему возлюбленному с монеткой. Если он ее укусит, то ваша жизнь будет богатой и счастливой. В среду блины делайте с различными начинками. Заворачивая лакомство в блины, проговорите. Блинок к блинку испекла. Каждый румяный, словно солнышко, плоский, как монета. Лакомство в них заверну, достаток в дом привлеку. Постарайтесь, чтобы вашими блинами угостилось как можно больше людей. Попросите их платить вам мелкой монеткой. Соберите монетки в полотняный мешочек и уберите в укромное место. Эти монетки привлекут в ваш дом большие деньги. В четверг привлекали достаток, заговаривая опару для блинов. Посуду нужно поставить на пять монет и замесить в ней блинное дрожжевое тесто, приговаривая такие слова. Блины для угощения готовлю. На монетах звонких настаиваю. Кто моим блинком угостится, тот и обогатится. Деньги раздам нуждающимся, чтобы в моей жизни беды не было, бедности ничто не привлекало. В пятницу блины выпекают по рецепту данному старшим поколениям. Считается, что такие блины привлекают в дом достаток и благополучие. А чтобы это было действительно так, нужно произнести следующие слова. Блины из старины пришли, румяные запеклись, золотом налились. На сковороде шипели, деньги приманивали. Блинками угощусь, деньги привлеку. В кошель спрячу, никому не покажу. В субботу испеките блины на кефире. Чем больше в них будет дырочек, тем больше звонких монет у вас появится. Обязательно угостите лакомством детей. У взрослых попросите копеечку за труды. Принимая монетки, про себя проговорите. Копейка мала соринка, да рубль бережет. В воскресенье угостите блинами всех, кто придет к вам в гости. Попросите прощения у всех близких, чтобы никто не держал на вас обиду. С каждым блином отдайте мелкую монету, которая по свету разойдутся, а затем к вам вернутся прибылью. Обряды на достаток, на масленицу можно проводить не только с блинами. Мелкие монеты кидайте в костер, на котором горит чучело, чтобы откупиться от студенной зимы и бедности. Удача и процветание ожидают того, кто свою монету в костре найдет. Из нее делают денежный талисман, который целый год до следующей масленицы будет привлекать в вашу жизнь достаток. В дни шумной и веселой масленицы энергетика всего пространства меняется, позволяя привлекать в жизнь благополучие и избавляться от всего, что мешает счастливой жизни. И в этом помогут эффективные заговоры. Существуют самые простые, но действенные рецепты счастья, способные изменить жизнь каждого в лучшую сторону. На масленицу проводили обряд на достаток. Для этого хозяйке нужно собрать всю старую посуду с трещинами или отбитыми частями, поместить ее в узелок из ткани и проговорить такие слова. Все битое и старое из жизни выношу, место достатку освобождаю. Эту посуду нужно унести в мусорный контейнер. Оставлять любимую кружку, у которой есть уже трещины или сколы, не нужно, даже если ее очень жалко. Такая посуда привлекает в дом неприятности и не дает циркулировать положительной энергетике. Заговорить на достаток можно блинное тесто. Добавляя ингредиенты, нужно произнести такие слова. Тесто для блинов замешаю, угощение вкусное на пеку, свою семью порадую. Сколько крупинок сахара добавлю, столько и денег привлеку. Сколько муки насыплю, столько и без бедности проживу. Готовое угощение нужно съесть без остатка и поделиться с гостями со словами. От души почую, никого не обделяю. Сколько гостей, столько и богатства. Блины съедятся, счастье придет. После ухода гостей нужно подмести веником пол от порога к центру коридора со словами. Гости ушли, а достаток в доме остался. Сколько добрых слов произнесли, все сбудутся, из дома не выйдут. Мусор помещают в пакетик и выносят после окончания масленичной недели. Также читают заговоры на везение. Для этого испеченными блинами нужно угостить соседей или случайных прохожих, приговаривая, блинами угощайтесь, веселитесь, сколько улыбок в этот день, столько и везения у меня будет. Привлечь везение на масленицу можно монетами. Их раскидывают вокруг дома со словами. Монеты честные, трудом заработанные, на зло не заговоренные. Кто подберет, тот и удачей своей поделится, да сам счастлив будет. На добро заговариваю, не на зло. Эти монеты можно раздать прохожим со словами. На счастье и удачу делюсь, зла не желаю, везения привлекаю. В любой из дней масленицы в горшок сажают луковичный цветок, тюльпа, нарцисс, гиацинт или какой-то другой. Растят его и поливают денежной водой, приговаривая. Деньги в дом, везение в нем. Как цветок распустится, так и удача со мной останется. На масленичной неделе можно читать заговоры на семейное счастье. Для этого с самого утра нужно поставить опару или замесить тесто, приговаривая. Для семьи стараюсь, всех накормлю, блинками по почву, счастье в дом привлеку. Блины нужно подать каждому члену семьи с пожеланиями счастья и здоровья. На масленичной неделе в любой день нужно смастерить небольшое чучело масленицы, заговорив его во время работы. Все невзгоды в чучело, все беды огню придам, все проблемы по выведу. В воскресенье это чучело сжигается, а пепел пускается по ветру со словами. Не доставайся никому, уходи и счастьем возвращайся. Достаток и счастье в семью на масленицу можно привлечь блином и монетой. Для этого с утра на порог кладется монета, а на нее блин со словами. Кто угощение возьмет, тот мне и счастье в дом принесет. Кто блин сладок съест, тот в семью благополучие вернет. В день, когда сжигается чучело на площади, в костер можно бросить записочку с тем, от чего нужно освободиться. Зима заберет с собой все невзгоды и откроются новые пути к счастью. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...